здравствуйте друзья пару дней назад значит сообщение я получаю от молодого человека ну из там условного какого-то урюпинска и он находясь в состоянии когнитивного диссонанса от успешного успеха тут местного одного господина из сан-франциско он мне пишет как вы можете не понимать всего величия этого человека который там про мало того что программист на руби там программист так он работая на двух работах получает 200 тысяч долларов и и то есть я не ценю короче я не оценил давайте мы немножко поговорим о зарплатах программист потому что я понимаю что из урюпинской конечно там сложно но мы тут на местности мы поговорим значит я пошел посмотрел сколько там вообще получают среднем там программист или не в среднем в сан-франциско конкретно на руби еще более конкретно с 15 годами опыта так примерно судя по профайлу в линкфине где-то вот так из них 10 сам или там 11 уже американских пишут что от 150 тысяч до 200 и выше на одной работе на 1 не на двух ну хорошо я я не знаю сколько платят на одной работе и сколько на второй да что у него вместе 200 но было бы очень обидно представить себе что допустим у него на одной работе 100 тысяч ну то есть вообще никто и на второй работе 100 тысяч тоже никто ну может быть у него на одной работе даже 150 а на другой может быть еще 50 он где-то там подрабатывает там по мелочи но 150 тысяч для конкретно этого человека которые вот именно в сан-франциско именно на руби именно с 15 годами опыта и так далее так далее для него 150 тысяч это минимум меньше нет написано от 150 я в разных источниках правил от 150 до 200 и выше и я вам расскажу несколько историй живых кое-что у меня есть и на канале тоже я записывал разговоры там с людьми случай 1 девушка вот у нас же тут же да вот тут на пятачке девочка 30 лет и я закончила работает офис-менеджером работала офис-менеджером взяла курс по автоматизированному тестированию годик поработала на скромные какие-то деньги типа там тысяч шестьдесят пять в год и через год пошла прошла интервью и и взяли на 150 дальше месяца два-три она там поработала и там что-то рассыпалась контора что-то произошло она снова оказалась на рынке и уже прошла интервью на 175 сейчас она менеджер там куда-то в другой штат уехала там я просто рассказывать человек без инженерного образования в течение очень короткого промежутка времени ну вот ну грубо говоря там полутора лет не было не было пару полутора лет на одной работе получает там 175 тысяч я не хочу сказать что это каждый так я даже не хочу сказать что каждый второй так нет но мы же сравниваем вот с человеком который 15 лет в профессии причем он же программист это это намного круче чем скажем должно было бы быть чем автоматизатор там из ильяза другая история у меня на канале есть видео там девушка приехала из донецка мехмат закончила донецкий мехмат по-моему даже как кандидат наук физико-математических там защищал приехала с мужем то есть муж по рабочей визе была она с ним за компанию потом они получили грин карту она пришла ко мне учиться на тестировщицу история была такая она первый год работала ручной тестировщицей ну там на какие-то деньги я не помню ну допустим там на 75 тысяч второй год она работала уже тестировщицей автоматизированный и но на большие деньги не помню сейчас конкретно вот вот этих денег потом третий год она уже перешла в программисты и поработала программистом тысяч там не наступил 170 после чего на четвертый год итак три года прошло ручной тестировщик год автоматизированный год программист год после этих трех лет она получает работу в фейсбуке постоянная позиция 300 тысяч год программистом не тестировщиком нет программистом на 300 тысяч год и это не человек у которого 15 лет опыта не ну наверное голова хорошая до мозги там где бы все понимаем мехмат кандидат наук там математика и так далее так далее но мы говорим об уровне зарплат и вот эти обе истории происходили где-то ну лет пять может быть вот так 45 лет от сегодняшнего дня назад туда так что за это время зарплаты росли кстати я хочу сказать пока пандемия вот было зарплаты росли и причем существенно росли я не знаю сколько они там сейчас бы получали сейчас уже получают я еще хочу сказать что в отличие от этого вот господина который но что мы должны прийти в состоянии эйфории от его великих доходов значит в отличие от этого господина который там тут годик работал там два годика работал то есть он нигде не работал так чтобы там пять лет или десять лет он нигде не получил там акции компании там по низкой цене так чтобы они сейчас стали в миллионы превратились и так далее тогда нет так вот если бы он работал например такой компании как фейсбук или там google и так далее там к этим 300 тысячам что девочки девочки дали просто виде зарплаты там может еще столько же или близко к тому всякими другими тоже путями людям выплачивается очень много денег кроме конкретно вот этой самой зарплаты поэтому ну нельзя сказать что вот этот человек который 15 лет значит работал программистом и находится на нижней искать на нижней вилке в своей профессии и так далее так далее здесь конечно вообще нищий вот хотя в общем он живет более чем скромно да там судя там потому что он там рассказывает на чем он там ездит и так далее ну плохо ему конечно я я я понимаю что ему плохо но вот этот самый товарищ он не нищий он не нищий он старший нищий он старший нищий есть люди которые меньше заработать ему не хватают вот эти самых 200 тысяч на что наверное ему не хватает на то чтобы там купить жилье потому что купить жилье это ведь не просто там чтобы у тебя были деньги платить там этот моргич несчастный ипотеку это же нужно еще сразу вынуть из кармана и положить какую-то сумму какую сумму а смотря что ты купить хочешь ну вы бывает что и полмиллиона не хватит а бывает что можно тысяч двести-триста положить ну вот где ему бедному взять там эти двести-триста тысяч вот он на двух работах работает ездит там на хрен знает чем значит питается на помойке там и так далее нового пластмассовым ведь разница между пластмассовой едой она есть где-то тут есть такая типа пластика я не сталкивался как мы приехали тогда может быть 30 лет назад где-то я так по незнанию натыкался а так но она принципе сейчас где-то есть но если вы будете вместо там трех долларов платить 50 центов ну ну да ну конечно будете вот что положено 50 центов то есть кушать нет ли у него почему него нет этих денег но он может быть он не хочет их тратить на что-то откладывать мы не знаем почему он питается дерьмом и ездит на хрен знает на чем но ну вот он такой старший нищий не совсем нищий но старший нищий это его выбор он так хотел и у него в принципе там наверное есть на все что надо нормальным человек тем более он вроде один там без семьи там он не должен содержать жену там детей и так далее вот поэтому я хочу сказать что мы знаем тут вот на местности такое количество людей которые работая программистами я не говорю там про тех кто бизнес делает или там что-то такое нет и просто вот эти программисты работает и получает и по 400 тысяч по 500 и больше получают их очень много ну я не хочу сказать каждый второй нет нет не каждый второй но очень-очень много поэтому и и это же какой-то пиетет тут массово присутствовал там ну да вот человек у меня был паренек один я его снимал наверное лет десять уже прошло если не больше он тогда получал 500 тысяч фейсбуке работал на тот момент то есть это причем его как бы так сказать ну передавали с рук на руки но он такой не уникальный совершенно такой дядька был 500 тысяч тогда получал и тоже недовольный вы знаете что он недовольный был он был недовольный что ему не делали быстро green карту то есть они мы его брали на работу вышел на свои полмиллиона и говорит вот а где green карты ему говорят ну вот там надо тот начальник этот начальник тут подписать здесь там передать там что-то вот он месяца два поработал и ушел понимать там вот он ко мне пришел разговаривать я интервью с ним записал вот и ушел да я извиняюсь проехать такие такие люди бывают эти разные бывают а 200 тысяч на двух работах я извиняюсь это вообще стыдно ну правда стыдно то есть чувак там под 40 лет наверное мой он столько лет в профессии 10 лет в америке и получает как ну я не знаю там тестировщик с годом с двумя с тремя опыта после курсов там дядь миши вот позорище то есть там помимо человеческой несостоятельности которую я собственно и мордовал вот вызвав недовольство этого так сказать юного человека из условного урюпинска там абсолютная профессиональный не какая-то несостоятельность тоже неудивительно что такие вещи соседствуют ничего удивительно в этом нет это часто бывает счастливо друзья